Так, мы тогда продолжаем. Ну, в прошлый раз я, фактически, завершая анализ, вывел дело к некоторому особому явлению в мире, в которой есть некоторый актуальный акт включения человека посредством письма или посредством воображения в мир. То есть я имел в виду те акты мышления, те акты воображения, те акты создания какого-то текста, которые совершаются сейчас и теперь. То есть которые предполагают, что я существую пишущий или я существую думающий. Как бы впервые за всех и для всех осуществляя акт мышления. Я говорил об этом в связи со странным парадоксом, о попытке человека превращать, скажем, литературный текст в текст литературный или мыслительный текст в мыслительный текст. Странная задача, каким образом она может возникать. Но я просто показывал вам, что есть проложенные тропинки сцепления слов, существует всегда готовая словесная или литературная машина, существует мыслительная машина. И мы когда рождаемся к сознанию или к мысли, мы попадаем в сцепление этой машины и пробегаем по ее силовым линиям. Если она начиналась с буквы А, мы тоже начинаем с буквы А от печки. А в том, о чем я говорю, речь идет о том, фактически, чтобы начинать с себя, то есть с какого-то вне постижимых связей возникшего впечатления или молнииобразного удара на твою чувствительность, или такого же молниеносного сознания или ощущения своей неуместности со своими чувствами и мыслями в мире. Вот это есть акт, который оживляет и воспроизводит в качестве живого любой текст. Я приводил вам примеры Селина, Арто. Из русской литературы я могу вам привести пример, то есть из последней русской литературы 20 века, я могу вам привести пример Платонова, например. Если вы посмотрите на отношения к слову, которые явно просвечивают у Платонова, то вы увидите, что это попытка, как бы сказать так, осуществления нулевой утопии. Как бы все срезано до нуля, мир начинается заново, и в этот мир для описания этого мира принимаются только такие слова, которые заново прошли через невербальное или оригинальное сознание автора. Кстати, именно поэтому ему, наверное, и удалось открыть то, что параллельно рядом с ним другими путями открывали такие авторы, как Булгакова и Зосенко, открыть от падения целой большой страны от слова возникновения целого бессловесного материка, который или совсем не выражается, не выражает себя, а если выражает себя, то выражает себя в уродливых канцелярских оборотах бюрократического советско-лозунгового языка. И именно с этим языком, именно с этим нулевым сознанием Платонов и проделывает эксперимент, то есть прослеживает с какими частями душевной жизни способны сцепиться такие слова, и для каких частей души человека, его стремлений и мечтаний, они могут дать пространство движения или пространство развития. В основе такого рода акта лежит очень простое сознание, которое я выражу так. Что бы ни было в мире, что бы в нем не произошло до меня, как бы мир не существовал бы извечно, тем не менее, та точка, в которой я нахожусь, это та точка, в которой я должен поступать. И в этом смысле не имеет значения, как сложилось то состояние, в котором я должен поступать. Важно то, что я должен поступать. поэтому к определенной ясности и может приводить смело проделываемая абстракция. Допустим, до меня вообще ничего не было. То, что начинается, начинается с моим актом. Это, конечно, такой акт может быть только актом воображения. Но он означает одну интересную вещь, что здесь перед воображением ставится задача вообразить то, что есть. Или посмотреть глазами воображение на то, что есть, а не на то, чего нет. Ведь мы обычно воображением называем нашу способность представлять отсутствующее. Мы так определяем воображение обычно. Вот чего-то сейчас нету здесь в аудитории дождя. Я могу вообразить дождь. То, что я представляю себе дождь, это можно сделать только актом воображения. А у нас, когда мы употребляем термин воображение, речь идет о другом. Что глазами воображения мы должны посмотреть на то, что есть. вообразить существующее. Слезно вообразить его не так, как оно есть эмпирически, а как бы в каком-то гиперболическом зеркале, увеличивая его и восполняя. Что является материалом такого акта? Я в прошлый раз вам говорил, все в начале всего лежит движение в сознании. Это самое трудное. И ничто не может его заменить. То, что до меня существовало, имеет готовые нормы, готовые правила. Их можно применить. Но мы договорились, что как бы до меня ничего не было. значит я должен совершить самое трудное движение в сознании. Есть одна такая философски парадоксальная фраза. Когда-то ее обронил Декарт, а потом не буквально, не текстуально, а по смыслу повторял ее и Кант. Она примерно такая. Она парадоксальна, потому что оба философа и Декарт и Кант серьезно относились к существованию Бога, к существованию миротворца. Декарт даже строил так называемое доказательство существования бытия Божьего. И вот в руках его устах вы услышите такую фразу «Но Бог ведь не предшествует мне во времени». То есть вы хотите сказать, что то, что меня создает, не предшествует мне во времени. Попробуйте уловить сказанное здесь, что порождающие меня одновременно со мной, то есть с тем движением сознания, которое я осуществляю. Накладывая печать своего авторства на любое предшествующее явление в мире, которое заставалось мною в готовом виде, а я, тем не менее, эту видимость готового снимаю и как бы начинаю мир с нуля. Но не сам, конечно, что-то во мне, какое-то движение в сознании, я сказал, или движение сознания, сдвиг. И вот настолько существенно, считает Декарт, необходимость уловить как-то это, что он вводит эту парадоксальную чрезвычную фразу, которая может быть непонятна, но именно потому, что она непонятна, она останавливает наше внимание. Мы на половине слова сдрагиваем и останавливаемся. и уже этому служит непонятное слово, хотя бы для того, чтобы мы остановились. Вот мы останавливаемся и оказывается действительно здесь есть один хотя бы простой смысл. Что бы ни было, все равно должен сделать я, за меня никто не сделает. То есть есть какие-то вещи в мире, которые во-первых нельзя продлить, нельзя отложить на следующий день, нельзя скооперироваться в их понимании с другими людьми, нельзя внести в них заимствованное от других знание и так их расшифровать. То есть как бы какая-то точка, в которую ничего не может войти. вот тут в точку уникального впечатления, которое, помните, я описывал вам на примере юноши Марселя, стоящего перед уборной, со странно поразившим его запахом, вот эту точку сцепления человеческого сознания с каким-то впечатлением, ну, она какая-то точка области, вот в эту область ничто не может войти из другого времени и пространства и от других людей. Вы ни у кого ничего не можете спросить и перенести внутрь этого впечатления и его расшифровать. Вы не можете ничего сделать, взяв какие-либо знания из законов или понятий. Например, вы можете прекрасно знать, что такое сырость. или знать, что такое моча и что она пахнет. Попробуйте внести это знание в точку вот этого совершенно непонятного впечатления, которое неразрешимо указанием на то, что причинило это впечатление. То есть есть состояния неразрешимые нахождением их причины. но таких состояний много. Таким же состоянием является, например, я бы тоже приводил вам пример, комплекс Эдипа или метафора Эдипа, которая неразрешима указанием на причину, на существование отца, который понят в смысле общих значений того, что такое вообще отец, какая социальная и семейная роль отца и так далее. Нельзя оттуда внести, перенести знания вот в эту точку. И там следовательно ты можешь сказать себе, совершенно не важно, как сложилось и откуда сложилось состояние, в котором я должен действовать, как то, что я должен действовать, мыслить. разобраться в своем чувстве и так далее. Иными словами, то, что я называл движением сознания, есть, конечно, самопознание. Самопознание. и вот именно это самопознание или материал его есть то, что мы потом обнаружим в измененных условиях, в изменении условий пространства и времени. О условиях пространства и времени я говорил вам в прошлый раз, а сейчас продолжу. Смотрите, что здесь происходит. вот я говорил, что есть какая-то точка, в которую ничто не может войти, то есть, в которую ничто нельзя внести извне. Фактически, тем самым я сказал, что существует некоторая непрерывность действия мира. Если под непрерывностью понимать, что, скажем, когда мы говорим, что между А и Б непрерывность, это означает, что мы ничего не можем вставить между А и Б. В тех примерах, которые я приводил из Толстого, если вы помните, о том, как протекают военные действия, и где как раз и возникает вопрос самопознания, но звучавший там иначе. помните, я завершал такими словами цитаты из Толстого, где, собственно, произошло то, что я должен делать сейчас. Вот я сейчас должен оставлять Москву, но Кутузов задает себе разумный вопрос, то есть Толстой словами Кутузов, где произошло то, что я должен делать сейчас. То есть вопрос, где я, собственно, и что я. в отличие от того, что я знаю сам о самом себе, и в отличие от того, что я вижу своими глазами эмпирическими. Я под Москвой стою. Но если судьба Москвы решилась не здесь, то значит и я не здесь, где я вижу самого себя, переживающего сдачу Москвы. И помните, я говорил вам, что то, что происходит, происходящее, не есть то, что мы видим, происходящим, не происходит оно не там, где мы видим его происходящим, и не тогда, когда его видим происходящим. Что какой-то невидимой цепи уже сцепилось. А что сцепило? А вот представьте себе, что все вещи мира связаны какой-то нитью и смещение хотя бы одной пешки, занимающей место в этой нити, смещает все другие. Мы и действуем непрерывно, и мир непрерывен, и необратим. То есть, что значит в данном случае необратимость? А вот именно то, что я говорил, что в непрерывность нельзя извне ее самой вставить ничего другого. Для этого я вам, поскольку мы имеем дело с проблемами выбора, я сейчас вам прочитаю немножко длинную цитату из Киркегара, которого немножко раньше во времени, но время в мысли не имеет значения. Я бы сказал, немножко раньше Толстого заинтересовали эти проблемы, и может быть Толстой знал об этом, но повторяю, ни время в смысле того, что кто-то раньше чем-то заинтересовался, ни в том смысле, что кто-то у кого-то что-то заимствовал, не имеет ровным четом никакого значения, здесь вообще не существует проблем плагиатов, взаимных влияний, и так далее, и так далее. Я уже предупреждал вас, что если мы достаточно глубоко проделываем опыт сознания, то мы обнаруживаем, и дай Бог, если нам повезет, то, что думали и переживали другие, или переживают рядом, или будут переживать через сто лет, потому что все, что мы знаем, мы знаем посредством узнавания на себе, иными путями мы не знаем, в этом смысле мы тоже вот та вот точка, в которую ничего нельзя внести, потому что если мы даже искнили наши знания мы не можем получить, если мы не узнаем его в сопоставлении с своим собственным опытом или с идеей своей личности, то есть у каждого человека есть какая-то его идея. Следовательно, мы в каком-то смысле не читаем, а вспоминаем, то есть даже читать мы можем только вспоминая, ах, ну да, я так ведь и думал. И в этом нет никакого ни самомнения, ни иллюзии, ни отказа признавать влияние других людей на тебя, это просто устроено мыслью так устроено. Поскольку я отвлекся немного, поскольку мы речь вели о поступках и о выборах, помните, я приводил пример кидания костей и говорил о времени выбора, то мы должны припомнить две вещи, важные нам для движения дальше, в том числе для понимания того, что я прочитаю вам из Киргегора. Ну, первое это то, что когда я говорил воображение в точке, я сейчас не буду повторять в той точке, где она становится необходимым, это я в прошлой беседах говорил, я тем самым фактически говорил следующую вещь, что если простое движение непреобразованного времени бросает нас в плоскость дурной бесконечности и следовательно каких-то бесконечной последовательности выборов и мы из нее выскакиваем вот последствием того акта, который я назвал актом воображения, то это означает, что фактически мы говорим не о выборе, а говорим о творчестве, о произволе. В каком смысле? Ну понимаете, ведь даже математически ясно, что выбрать из бесконечного числа возможностей выбора означает отказаться от понятия выбора. ну во-первых, если есть бесконечность, то в ней вообще все реализовано. И тем самым все будет повторяться. А и выбрать из бесконечности можно построить такое выражение только в том случае, если мы просто уже термин выбор не употребляем в его реальном смысле, а имеем ввиду что-то другое. А что мы имеем ввиду? Создание иного или создание нового. То есть творчество. Это во-первых. Во-вторых, мы имеем дело с непрерывностью и вот с тем фактом, что у нас нет времени или с цейтнотом, как я говорил в прошлый раз, потому что наше сознание, наш разум включен, является участником движения тех вещей, которые мы еще раз снова наблюдаем разумом или сознанием. То есть мы уже являемся частью той последовательности и разброса, которая потом предстоит перед нами как поле выбора или шансов. Мы уже там со своим сознанием. У нас никогда не бывает выключенного сознания, то есть сознание, которое, то есть оно бывает в научных абстракциях, а вот для актов мышления, совершаемого в жизни, не бывает выключенного сознания. И об этом именно говорил, и нужно уметь читать, и может быть мы научимся в результате наших бесед, об этом именно говорит известный вам афоризм, который вам, наверное, в курсах по Диамату или по истории и философии приводили. Гераклитовская метафора, во-первых, в одном варианте она гласит пантореи, то есть все течет, все меняется, а во-вторых, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. и убей меня, если кто-нибудь из вас действительно на уровне настоящего, честного, искреннего интеллектуального интереса, когда-либо счел бы интересным фразу, скажем, все течет. Ну, все течет, это уже настолько избитая и всем известная истина, что непонятно, каким образом такая фраза могла сохраниться в памятниках истории философии, и стоило ли ее вообще произносить, и тем более стоило ли ее запоминать и передавать другим и учить. И когда вас учат все общеизменчивостью, все меняется, ну, можно это выслушать, но внутренне как-то только повести плечами и непонятно. И то же самое касается фразы насчет того, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Если там если имеется в виду просто, что воды реки снеслись и те, в которые ты вступаешь, это уже не те, не те молекулы, то ну, можно бесконечно спорить, тогда можно утверждать, как уже утверждали некоторые философы, что даже один раз нельзя войти в одну и ту же реку, то есть она когда входишь уже тогда меняет. Нет, и в том и другом случае Гераклит имел в виду фундаментальную необратимость сознательной жизни в той мере, в какой она есть элемент течения естественных событий. Она включена так, что мы никогда не можем вернуться к тому, каков был мир до того, как мы его наблюдали. То есть здесь идет необратимость акта наблюдения в той мере, в какой это наблюдение участвует или является само участником непрерывного движения цепи бытия. И вот то, что я сейчас говорю вам, это был один из самых важных пунктов для самосознания Киркегора, то есть для его попытки разобраться в самом себе. И в этом смысле он был одним из тех, который открывал какую-то новую эпоху или очередной цикл в истории мыслей. Вы знаете, что он провозвестник экзистенциализма так называемого. Это датский философ середины 19 века, то есть современник Гегеля. Я сказал циклическая и действительно есть какие-то циклы, которые условно можно назвать ну один из них можно назвать сократическим моментом. Он цикличен. То есть вы знаете исторический был Сократ, после него возник корпус систематической философии. Философия Платона, философия Аристотеля и так далее. Сам Сократ ничего не написал. Он спрашивал только о самом себе. и то спрашивал о ней писал. Потом снова мы имеем какой-то период позитивного знания. скажем сократической точкой в новое время является Декарт. Вы знаете постулат его. Когиту эргосу мыслю следовательно существует. Ну он же создатель систематической философии он же создатель науки нового времени идет целый большой период до Гегеля включительно потом вдруг снова цикл сократический то есть снова вопрос диалогический вопрос о себе и этот вопрос задает Киркер кстати в 20 веке так же повторяется циклический сократовский момент а именно скажем сократической фигурой философской в 20 веке среди философов этого века является Людвиг Витгенштейн австрийский философ ну живший в Англии фактически его можно считать английским философом вот кстати оговоркой да еще одну оговорку сделаю вещем взять этот текст оговорка такая не случайно у Киркера возник один простой вопрос который есть транспонировка или перелицовка сократовского требования познай самого себя я этот пункт поясню привезя вам ну такую ну метафорическую что ли ситуацию которую строит Киркегор ну как бы строить такую картину сцену где решается такой вопрос вот мы имеем перед собой человека который ничего не знает это христианский который не крещен и вообще не прикасался к душе его никогда не прикасалось христианское веровое учение а с другой стороны мы имеем молодого человека который должен проходить конфирмацию то есть ну и в католической и протестантской религии есть акт второй то есть есть крещение а потом конфирмация то есть уже самизменно взрослого человека то есть взрослого ребенка 14 лет и он подтверждает акт своего крещения уже подтверждает сообразность своей воли и своему сознанию то есть он крестится со своим собственным согласием а может и не креститься я хочу спрашивать Киркегор кто из них больше способен стать христианином чья душа более способна к подлинному христианскому и отвечает на этот вопрос конечно первый то есть тот который ничего не знает почему потому что второй уже знает что он христианин и это очень опасно знать уже знать что ты кто-то ну это перенесетка сократовского у сократовского была такая опасность что такое познать самого человека это означало будь докой налогчись в умудренном неведении то есть научись не знать доктор потом это назвалось доктор игноранция то есть ученое незнание в варианте Киркогура такая ситуация называется смертельная болезнь то есть Киркогур проницательно называет смертельную болезнь болезнью то что мы знаем свое знание это может быть большой преградой к тому чтобы узнать что-либо о себе почему потому что мы уже знаем и удовлетворены этим знанием и поэтому тот кто не крещен он совсем ничего не знает он пластичнее и лучше может усвоить чем тот кто уже якобы знает потому что тому нужно совершить акт узнать свое незнание это очень трудно когда знаешь это большинство людей почти что невозможно вот с этими оговорками мы понимаем почему вдруг Киркогур интересуется теми вещами о которых мы говорим и те которые звучат в этой цитате которую я хочу привести он говорит так здесь обсуждаются проблемы выбора ну прежде всего здесь фигурирует тема того что важно это не то чтобы выбрать скажем добро а не зло добро как я говорил вам уже можно выбрать случайно пиртбор считает что важно выбирать важна энергия серьезность и созерточная напряженность выбора а не выбор сам выбор того или другого потому что сам выбор того или другого может быть совершенно случайно и во времени может перевернуться выбравший сегодня добро завтра может выбрать зло и вот но этого недостаточно это скажем актом мысли мы поняли это предметом мысли является вот такой рода ситуации понимаете то есть мышление является не акты мысли совершаемые внутри выбора вот что мы обычно называем мышлением мышлением мы примерно называем что ну все те ломания головы которые происходят внутри выбора вот помните я вам приводил пример Сталина все ломания головы которые проходят внутри шага внутри шага ну к сожалению в маркетинской литературе накопилось традиция такого изображения мышления если вы помните по-моему в работе происхождения как называется работа где речь это происхождение человека человека из обезьян я уже не помню роль труда да 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 там ведь чаще что на примере того что думает и какие последовательные акты мысли совершает обезьяна разламывая ломающий орех разъясняется природа и суть мышления ну я уже не говорю о том что даже если здесь присутствуют сузения умозаключения какие-то знаки номинальные то что мы можем понимать как знаки обезьяны несмотря на это здесь не то что мы называем мышлением в наших беседах но не говоря об этом я дополню одну простую вещь но она более серьезная и поэтому нам нужно будет на себе тщательно следить за этой обычной и почти что 100% ошибкой которую мы совершаем к этой ошибке толкает нас наша природа мыслящих существ а именно вот в этом случае который построен так а далее обезьяна должна представить то-то представив это она не может не представить того-то представим вот это второе она еще должна была бы сделать то-то то есть это некоторая прикидывающая реконструкция мышления в качестве каких-то совокупностей возможных актов мышления это систематически продерывая нами операция которая состоит в том что мы идеальное мышление пытаемся расшифровать дублируя и повторяя операцию самого же идеального повторяю когда что-то мы уже в нас существующее в качестве способности мы обладаем способностью мышления и мы мышление же пытаемся понять путем дублирования повторения акта мыслей так как мы его психологически понимаем то есть Энгельс к сожалению ставит себя на место обезьяны и прикидывает что я делал бы или что надо было бы делать чтобы разломать орех то есть тут нужно провести операцию развлечения внутреннего и внешнего и как это можно сделать то же самое делает Маркс когда говорит в капитале о том что когда пытается представить себе архитектора мышление архитектора по аналогии с пчелой но архитектор в отличие от пчелы обладает сознанием и он раскладывает структуру мыслительных актов описывая ее так что он практически просто дублирует мыслительные же акты а не анализирует их то есть он дублирует свои же собственные мыслительные акты под видом описания актов архитектора это попытавшись посмотреть изнутри как архитектор мыслит сначала он должен представить себе план цель подобрать мне средства но это типичная операция которую я называю дублирование идеального то есть попытка понять идеальный план мысли путем дублирования самой же мысли этот ход конечно совершенно совершенно бесплоден но дело в том что он систематически встречается везде Макс просто в данном случае подался общему поветрию вот когда мы скажем пытаемся объяснить как у дикаря появилась идея Бога мы ведь делаем то же самое мы повторяем операцию идеального то есть нашего собственного представления и прикидываем что вот в ситуации когда гремел гром а человек не знал что есть это разряды электричества то он естественно испугался не видя видимой никакой причины он предполагал какую-то другую все силы природные для него таинственные вызывают страх и рождается идея Бога это попытка натурального выведения эмпирического выведения такого в данном случае понятия в том что я сейчас вам прочитаю там как раз и развивается вот та основная идея которую я формулировал и повторю так что не существует вовне стоящего безразличного наблюдателя событий что мы со своими актами наблюдения включены происходящее событие применительно к выбору можно сказать так что сам человек связан с природой своего выбора или совершенный выбор связывает и мир и человека причем необратимым образом повторяю выбор повязывает и человека и мир так Кирковер пишет вот после рассуждения о том что самое мыслительно важно напряжение и серьезность выбора в смысле пребывания пребывания в развлечении или удерживания развлечения добра и зла а не сам выбор и что эта энергия держания развлечения и есть самая главная вещь в жизни потому что главная задача это победить самого себя или завоевать самого себя говорит Кирпиков или вот то что я называл вам перед этим другими словами самопознанием когда именно этим словом обозначил нечто называемое движением в сознании и вот он пишет что если бы человек мог всегда удерживаться на вершине мгновения своего выбора если тем самым фактически он мог бы перестать быть человеком обратить внимание на выбор слов то есть если бы все время мог бы удержаться на вершине своего мгновения выбора если бы он мог бы тем самым перестать быть человеком если бы он действительно в глубине своей был бы лишь воздушной мыслью и если бы личность не имела бы никакого значения а мы уже договорились что личность глубоко соприродна своему выбору я сказал ведь акт выбора повязывает человек личность и если он оставался бы все время бы самим собой то есть не менялся бы то очень легко было бы сказать например что поздно выбирать потому что тогда вообще речь не шла бы уже о выборе а о чем-то другом дело в том что сам выбор имеет решающее значение для личности с актом выбора он как в пропасть падает в выбранную вещь а когда не выбирает застывает мертвее на одно мгновение может показаться что выбор между возможностями внешне тому кто выбирает и что не имеет никакого что этот последний то есть выбираешь не стоит с выбором ни в каком отношении соотношении и может поэтому относиться к нему извне со стороны в состоянии безразличия и такой момент мы называем моментом рефлексии а борьба Кирк и Гора против традиционной философии была борьбой против рефлексии то есть рефлексии как акт который мы совершаем предположение что мир стоит и ждет нашего акта рефлексии и мы сами при этом не меняемся но в действительности это вовсе не какой-либо платонический момент по платоническим имеется ввиду момент такой воздушной бесплотной мысли и никогда в этом абстрактном смысле его нельзя ухватить и чем больше ты пытаешься ухватить его в такой абстракции то есть в абстракции воздушной мысли тем меньше тебе это удается то что подлежит выбору находится в глубокой связи с тем кто выбирает и когда речь идет о выборе затрагивающем вопросы жизни или выборе жизненно важном можно так перевести индивид в то же самое время то есть пока он выбирает должен жить то есть жизнь его продолжается и отсюда следует что чем больше мы откладываем выбор тем легче может оказаться что он изменился несмотря на то что мы продолжаем размышлять и размышлять то есть держать противоположные термины выбора в их различии друг от друга то есть мы стоим во времени и в общем в этом времени в принципе мы можем с одного момента на другой откладывать момент или акт выбора предполагая что сохраняется вообще даже различие между противоположными терминами выбора скажем да или нет добро или зло и добавлю я и сами мы при этом не меняемся но когда рассматривается или или вот таким вот образом то оказывается что мы имеем дело с нешуточными вещами то есть вещами с которыми нельзя шутить но увидим что внутренний импульс личности не имеет времени вспомните все то что я говорил об отсутствии времени на прошлой беседе внутренний импульс личности не имеет времени для духовных экспериментов он все время бежит вперед внутренний импульс личности и по разному ставит в разное время сами термины выбора так что выбор в следующий момент может оказаться тяжелее чем перед этим моментом потому что то что было бы было предположено для выбора может оказаться изменившимся ну помните скажем так по толстому это будет примерно так допустим начальник то есть военачальник хотел идти пункт а но во время этого решения он еще и решил послать одно подкрепление по какому-то другому совершенному делу пункт c и когда ему захотелось выполнить свое решение идти в пункт а оказалось что из пункта c пришло такое влияние так изменила вся ситуация что пункта идти уже нельзя вот имеете все время перед глазами в качестве образа вот это вот непрерывное смещение в цепи какой-то взаимодействия который затрагивает и нас то есть мы находимся не в связях с миром а в взаимодействии с ним какие-то обратные ходы от мира меняют нас самих в ходе действия и мы обнаружим измененными или не теми же самыми застаем не одинаковыми и термины выбора и самих себя представьте себе говорит Киркегар капитан на своем корабле в момент когда ему нужно дать бой может быть он сможет сказать себе нужно сделать то или это но если это хороший капитан в то же самое время он будет отдавать себе отчет что корабль в тем мгновением когда он еще не решил движется со своей скоростью и поэтому в действительности было только мгновением когда не имело значения сделать А или сделать Б то есть когда можно было одинаково выбирать можно было принять одно решение можно было принять второе решение но поскольку корабль продолжает свое движение то есть вся ситуация смещается то с ходом времени это безразличие неважность выбора или А или Б исчезает так что если человек забудет подсчитывать также и скорость эту то есть скорость корабля то наступит такой момент когда у него не будет и свободы выбора ну как у Кутузова перед Москвой и у него акт мысли его и составил в том что в действительности нет перед его говорит наступит момент когда нет выбора а Толстой говорит так устами Кутузова что фактически нет даже такой проблемы потому что оставление Москвы решилось где-то в другом месте и в какие-то другие моменты когда на скорости взаимно изменяющихся взаимодействующих обстоятельств изменились вообще все данные проблемы так вот чтобы закончить эту фразу значит если он забудет подсчитывать скорость то в конце наступит момент когда уже у него не будет свободы выбора не потому он лишился этой свободы потому что он уже выбрал мы свободу выбора решаемся так же потому что мы уже выбрали так то есть воспользовались своей свободой и поэтому уже ее не имеем нет и поэтому а скорее потому это можно выразить так говорит Киркегор что другие выбрались за него а он потерял сам себя повторяю потому что другие выбрались за него а он потерял сам себя вот это вот есть та фундаментальная ситуация которую нам нужно представить для того чтобы понимать совершаем ли вообще какие-либо акты мысли в жизни и если совершаем какие они и повторяю если совершаем что нас выручает и что нам помогает потому что совершаем мы акты мысли нуждаясь в помощи с одной стороны мы вынуждены мыслить а не потому что нам просто нечего делать и мы хотим поупражнять свою логическую способность акту мысли мы вынуждены так же как вынужден вот наш молодой герой из Пруста вынужден расшифровывать знаки потому что они есть часть его судьбы и вынуждены это делать в том мгновении пока длится впечатление то есть пока есть словами Пиркагора энергия держания она самая важная и откладывать я говорю вам ничего нельзя здесь он даже приводит такую старую сказку в конце ну это частично может быть она если вы знакомы с восточной литературой или с восточными ритуалами может быть такая ситуация вам встречалась там он говорит так что еще до выбора человек человеческая личность уже вовлечена пусть даже бессознательным образом в само создание ситуации выбора сами выборы и когда мы откладываем решение то мы бессознательно все равно выбираем и тогда вместо нас решают темные силы и когда наконец-то совершился акт выбора то личность если личность неокончательно исчезла потому что мы потеряли сами себя когда другие за нас выбрали но если мы неокончательно исчезли то мы заметим что что-то нужно переделать а для этого вернуть назад в какую-то предпосылку в какое-то побочное обстоятельство и это может оказаться невозможным и приводит такую сказку в сказках рассказывается о таких людях которых сирены или тритоны завлекали свое царство посредством какой-то демонической музыки и в этих сказках говорится что для того чтобы развеять это колдовство было необходимо чтобы околдованный человек проиграл бы ту же самую музыку начав с конца и без единой ошибки дошел бы от конца к самому началу то есть воссоздал бы все сами и тогда колдовство отпало это говорит Кирпигур очень глубокая мысль но чудовищно трудная вещь для того чтобы ее сделать и тем не менее это очевидно так говорит Кирпигур очевидно когда все ложное в нас мы можем выдрать из нас самих только таким образом и когда ошибаемся то не поправляем это а должны начинать заново целиком вот значит мы добились того что мы закрепили вот эту основную мысль что то время о котором мы говорим есть время фактически некоторого круга взаимодействий что производить действия совершаемые нами в мире будучи связаны внутренними нитями с другими тысячами других обстоятельств смещают их по ходу нашего действия и это означает что к моменту действия как я говорил вам в прошлый раз мы можем оказаться без времени ведь подключенное сознание только потому может рассматривать мир как поле тех или иных решений что предполагает что во время выбора мир остается неподвижен есть еще время ведь человек который считает все что то что с ним случается случайным и есть человек который считает что со мной сегодня случилось так завтра может случиться иначе после завтра еще иначе и нужно лишь достаточно большое время то есть неподвижное время чтобы все это можно было бы поправить но как мы видим цепка взаимодействия и изменений сжимает эту пробабилистику ну допустим мир замер а мы кидаем кости оказывается такой ситуации нету есть наоборот ситуация когда поле возможностей следовательно наши временные измерения масштабы временных измерений сжимаются сокращаются параллельно сокращению их мы то применяя эти масштабы сами сознанием своим оказываемся в бесконечности в бесконечности повторения мы никогда не приходим никакой цели от нее нас всегда отделяет бесконечности но движет нас вперед как я прошлый раз вам говорил надежда самая эффективная способ промывания промывания мозгов тогда мы должны задуматься вот на чем значит мы фактически исходим из того что если существует такое взаимодействие в котором меняется не только посылки действия которые меняясь могут ставить нас в ситуации когда у нас нет выбора и актом мысли в данном случае является сказать себе это а это непросто но скажем есть что-то что мы делаем не в связи с как скажем с главным но скажем я повторяю этот образ свидания когда мы придем на свидание и хотим достучаться до сердца любимой то мы чаще всего думаем что это сердце не открывается только из-за недостаточности в нашей любви и что достаточно любить сильнее и это сердце откроется а оно не открывается потому что другие вещи сцепились так необратимым образом совершился уже такой акт во всем сцеплении вещей такой что тот перед которым мы стоим на коленях на свидании никогда нас не полюбит и ничем этого изменить нельзя ну как в сказке мы не можем начать сначала то есть с конца и полностью пройти начальному пункту все этапы не ошибаясь то есть нужно восстановить все сцепления каким образом это сделать ну частично это и делается путем созданий воображения то есть мысли как тексте или произведения искусства как тексте ведь что здесь происходит и почему это вообще возможно ведь если уже произошел некоторый невидимый скрытый но такое некоторый я выражусь так всесвязанный исторический акт и он необратим то первым актом мысли является что просто понимание того что это так и никто в этом не виноват и что нет никакого недоразумения которое можно было бы развеять словами вот самая большая наша беда в ситуации когда мы стоим перед необходимым актом мышления перед необходимостью совершить акт мышления это состоит в том что мы упорно закрываемся закрываем свои глаза от его объекта то есть от того о чем нам он сказал бы если бы мы его совершили мы как бы инстинктивно уже знаем каким-то вторым чувством что он нам скажет и поэтому мы не спрашиваем этого акта не совершаем боясь узнать правду то есть мы подчиняемся в себе некоторому тому что я называл склонению мы склонены не совершить акт мысли поэтому я определял сознание или акт мысли как изменение склонения и кстати плата за это есть известная вам называется очень простым словом страдание страдание есть то чем мы платим за изменение склонения или страдание есть то чего нам стоит изменить склонение то есть страдание является не сама скажем чувственная боль она как раз содержится в склонении ведь когда мы не хотим узнать правду мы это делаем из-за страданий чтобы не страдать то есть мы готовы вечно страдать чтобы не пострадать в истинном смысле слова потому что страдание есть то чего нам стоит во что нам обходится изменить склонение или узнать изменив склонение узнать правду так нет нам кажется это просто я не нашел точного слова вчера или цветы были не те нужны были розы а я мимозы принес а мимозы ее тонкую чувствительность у нее раздражают у нее аллергия ну в следующий раз принесу розы так вот вообще любовь конечно не картошка ее не выброси в окошко даже простой разговор разговор они сбивают человека с толку то есть в данном случае меня он меня сбивает с темой с мыслей в которые я иду значит сделаем так сейчас мы кончим сделаем один шаг чтобы на нем как-то логично все это завершить значит я фактически говоря то что сказал сказал прежде всего следующую вещь что вот я говорю сцепление какое-то исторический акт невидимый совершился акт некоторые все связности его нужно увидеть и даже просто увидеть его это уже была бы мысль так но тем самым я сказал что некая первая мысль или первомысль то есть то от чего мы начинаем правильно мыслить не дается мыслью или переначу так это по-моему похоже даже на слова Гетта где-то Гетта говорил аналогичную вещь но я не могу вспомнить сейчас точно как он говорил но то что я сейчас скажу мне кажется похоже на это всего мышления недостаточно для мысли ну обратите сами вы ведь слышали от меня только что слова склонение изменение склонения страдания я я я не употребил ни одного термина описывающего мысль для описания чего для описания акта мысли то есть я хочу сказать что всего мышления недостаточно для мысли для одной мысли в том смысле что здесь действует сила всего человеческого существа так точно даже как мы мыслить мы вынуждены чтобы разрешить какую-то жизненную задачу или свое свое жизненное положение или удел свой человеческий так и то посредством чего мы это делаем не есть просто понятие или я выражу парадоксально так первопонятие не может быть дано понятием не может быть дано понятием в этом смысле всего мышления недостаточно для мысли но значит хотя оно мыслью и не производится его не может нельзя дать мысль оно освещает все элементы мысли это сцепление но само его выдумать или вымыслить невозможно оно случится в некотором концентрированном состоянии всех сил человеческого существа разрешающего какого-то жизненную свою задачу ну жизненную не прагматическую конечно задачу а какую-то задачу человеческого возвышения задачу человечности так вот хотя это так но вот в этой же цепи взаимодействия уже ведь есть человек который то есть в этой цепи взаимодействия участвует человек который уже как бы одной ногой или одной рукой зацепился за скажем за то что я называл динамическую вечность то есть он в каждых ячейках взаимодействия сидит человек и сидит там в той мере в какой он переживает мыслит в терминах проблем своего человеческого дела то есть в терминах осуществится он или не осуществится в терминах может ли он собрать свою жизнь из раздерганных ее кусков или нет может ли он как живое существо осознающее все какие-то потенциальные силы исполниться во всей полноте этих сил или нет то есть действуют ведь не деревяшки не манекены действуют люди уже мыслящие в терминах человеческого возвышения или в терминах динамической вечности и те события которые происходят будут происходить именно с этими людьми и тогда мы должны закрепить такой простой вывод ну он не простой просто нужно это как-то держать воображение что то что мы называем мышлением или то что мы улавливаем уже на уровне произвола я говорю вам что выбор из бесконечного числа возможностей не есть в строгом смысле выбор это произвол в смысле создания нового такой ситуации творчества то мы можем сказать так что вот это есть как бы взятие того же самого что уже было и совершалось в цепи взаимодействия взятие повторения этого на уровне как бы второй производной то есть то что я называл произведением искусства как бы доводит то что уже участвует в цепи взаимодействия доводит этого до какого-то полного и чистого вида или если говорить о мышлении до идеального вида создавая измерения в котором мы в мышлении или воображением действуем в полноте своего существа там где мы уже были задействованы цепью взаимодействия мы были задействованы в разных местах разными частями своего существа разных своих сил которыми мы обладаем разных своих потенций разных своих способностей и реагировали бы как бы кусками в том числе вот той предельной ситуации когда ты с громадным запасом нежности кричишь в окошечко глухое сердце своей любимой у Маяковского часто это ситуация то ты там оказываешься воспринимаем миром только частью своего существа для остальных частей твоего существа мир глух в том числе потому что для того чтобы их разложить и представить нет времени нет времени они даже как бы для любящего они само собой разумеются тот того кто тебя любит тому не нужны все эти доказательства а вот когда не любит то и доказательств дать нельзя вот такая вот дилемма так вот я повторяю вот то задействованное уже что уже есть мысль как бы или произведение скоса как бы говорит нам так ну что ж разве давайте на полную катушку во второй производной на полную катушку то есть в тексте сознания какой-то схеме структуры с участием воображения которая сама способна производить новые смыслы независимо от причинных действий и независимо от реальных контактов скажем я не могу как я приводил вам просто я могу реально никогда не встретиться с тем что мне нужно или эмпирически я всегда кусочками присутствую там где я мог бы присутствовать должен был бы присутствовать целиком никогда мне не повезет так что был бы я вместе а именно с тем что нужно вместе а то что называется культурой произведениями или производящими произведениями мышлением и прочее есть то что возмещает нам этого рода эмпирические невозможности заменяет нам контакт который эмпирически может быть невозможен но повторяет контакт с тем что уже родное мне это предполагает конечно очень большую интенсивность той энергии о которой говорит Киркегор и удачу конечно декарт в свое время говорил что хорошее или ровное расположение духа хорошо еще и тем что оно обладает странной способностью привлекать на себя удачу вот эту сторону удачи и случайности мы конечно не должны отбрасывать но есть такое таинственное свойство собранного и ровного состояния что оно привлекает к себе как какой-то магнит привлекает к себе к себе удачу и тогда вот в этой второй производной мы имеем эквиваленты для особых состояний нашей души для которых мы не можем найти никаких внешних причинений и которых нет нет в реальности вы понимаете вот когда я вам рисовал этот самый проскакивающий пересекающий поверхность шар который для нас во времени последовательности и вне какой-либо связи кроме связи последовательности там в действительности это шар то есть просекает шар ну назовем это есть одна как одна сущность предстающая нам раздробленная в разных местах и в разных точках времени но это же одно и с нами происходит вот скажем вот в некоторых случаях так называемых непроизвольных вспоминаний ну я опять приведу вам пример из Пруста ну скажем какая связь между уборной и комнатой в доме дяди где наш герой встречает промелькнувшую женщину в розовом никого но я подчеркиваю следующее что в эти два разорванные момента произошло одно и то же одно душевное событие происходит с нашим героем он-то этого не знает что оно одно но оно происходит одно или сидит наш герой в поезде поезд стоит мимо проходят железнодорожные рабочие и ну вы знаете как железная павля проступает в колесах я не знаю что именно там проступает но что-то проступает и вы все знаете вдруг в этом проступивании он слышит звук вилки то есть он вспомнился звук вилки ударяющая тарелку на обеде во время какого-то приема никакой связи между этими событиями но произошло одно но и тоже так вот мы должны сказать тогда так что случилось целый мир целый мир этой общей сущности и там и там как мы его можем увидеть мы нормальным путем нормальными органами нашего мышления и чувств не можем это собрать если мы продолжим наши переживания они все равно не соберут этого все равно они разорваны во времени и пространстве и тогда я воспользуюсь словами Пруста который скажет так что произведение искусства есть то что дает спектр строения этих миров писатель соединил эти разрозненные вещи